Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Ирина Волкова. Главное спортивное событие этих дней – юбилейный сотый чемпионат России по легкой атлетике. Сегодня он стартовал в Чебоксарах. Квалификационные старты чемпионата на стадионе Олимпийский начались сегодня с утра. Сильнейшие атлеты страны разыгрывают 40 комплектов наград. В первый день соревновались в метании диска и молота у женщин в беге на 100 и 5000 метров, в барьерном спринтерском беге в женских прыжках в высоту. В 15.30 – перерыв на торжественную церемонию открытия. Хочу пожелать всем успешных стартов, заслуженных побед. Уверен, что чемпионат пройдет на высоком организационном уровне. Гости республики и жители Чувашской республики получат истинное удовольствие от соревнований. Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Брозаковский поблагодарил зрителей за поддержку участников. «Приветствую вас на уже родной для нас Чувашской земле. Не так давно еще сам топтал вот этими ногами эту дорожку. Теперь это делает более молодое поколение. Поздравляю вас с открытием сотого чемпионата. Удачный вам зрелищ. Зрелищ на их сегодняшних стартов на все четыре дня». После приветственных слов финальные старты. Чемпионат продлится до 27 июля. В прошлый раз первенство страны Чебоксары принимали в 2016 году. Тот турнир запомнился выступлением двукратной олимпийской чемпионки в прыжках в шестом Елены Исимбаевой, для которой старт в столице Чуваши оказался заключительным в карьере. О том, чем запомнится этот чемпионат, в репортажах национального телевидения. Ольга Пырочкина, Татьяна Раевская, Бахтияр Вилеев, Павел Рядков, Республика. В Республике подвели итоги конкурса «Лучшая муниципальная практика». Победителей выбирали среди городских и сельских поселений в четырех номинациях. Жюри оценивало следующие компоненты. Экономическая и градостроительная политика, развитие ЖКХ, обеспечение обратной связи. Лучшими стали города Чебоксары, Мариинский посад, поселок Лурнары, а также сельские поселения Порецкое, Сугайкосинское и больше Сумдырское. Они получат денежное вознаграждение. Соответствующий проект постановления утвердили на заседании Кабинета министров. Поражаем огромные слова благодарности от наших участников, Кабинету министров Чувашской республики, которые поддержали инициативу. Не только на всероссийском уровне подмечать победителей, но и победителей регионального этапа. Для них это очень важно. Следующий этап – всероссийский. Итоги подведут до 1 октября. У республики есть положительный пример участия в этом конкурсе. В прошлом году лучшими в стране стали город Чебоксары и Юнгинское сельское поселение Маркаушского района. Три сельхозпредприятия вошли в топ-100 лучших агрохозяйств России. 22 проекта реализованы в рамках программы инициативного бюджетирования. Эти и другие цифры и факты прозвучали на совещании в Красночитайском районе. О том, что было главным для жителей в прошедшем полугодии, в нашем сюжете. Стабильное и динамичное развитие агропромышленного комплекса района подтверждают доходы. Бюджет исполнен на 152 миллиона рублей, что на 15% больше того же периода прошлого года. Три хозяйства СХПК «Коминтерн», «Нива» и «Колхоз Свобода» ежегодно увеличивают объемы производства. Строится современный завод по производству молока на 1200 голов. Здесь активно реализуют проекты развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах. В 47 проектах мы сегодня участвуем. Это более 31 миллиона рублей. Это та возможность, которую население, проблемные вопросы села сегодня решаем именно через это бюджетирование. 22 проекта уже осуществлены. Ставим теперь задачу, чтобы на следующий год, на следующий год, правительство дает возможность до 50 миллионов каждому поселению, по 5 миллионов объем инвестиций. И ставим задачу, чтобы все 50 миллионов привлечься в район. Проектная деятельность, которую активно поддерживают в Москве и в регионах, сильно меняет жизнь сельских поселений. В Красночитайской школе идет капитальный ремонт. На эти цели выделено более 20 миллионов рублей. И это делается уже в рамках другого проекта – создание современной образовательной среды для школьников. Первый год – это у нас кровля, вентиляция, канализация, водопровод, горячее-холодное водоснабжение и стены туалетные. А на следующий год у нас полностью поменяется электроснабжение, фасад, пожарная сигнализация и внутренняя отделка. Это выравнивание стен и потолков. Развивается в районе внутренний туризм. Идет реставрация Краевеческого народного музея, здание которого является объектом культурного наследия. На ремонт выделено 7 миллионов рублей. Укрепление фундамента, в первую очередь, потому что здание старинное уже. Укрепление стен, потом мы планировали внутренние работы это провести. Также отопление будет, водоснабжение отдельное. А планировали крышу, конечно, ремонтировать. Одна из главных проблем в районе – состояние дорожной сети. У нас всего 151 километра муниципальных дорог. В пределах 30 километров они сегодня в надлежащем состоянии. Ну, к дороге, конечно, все они проезжаемые, но более 100 километров они требуют сегодня вмешательства. И те средства, которые выделяются сегодня республикой и с местным бюджетом, 10% мы выделяем. Этого недостаточно. Дорожный фонд Красночитайского района составляет 45 миллионов рублей. Из них 15 миллионов уходят на содержание и ремонт дорог сельских поселений. В данном направлении, с учетом реализации национального проекта, мы с соответственными министерствами поработаем. Я думаю, что ситуация в ближайшие годы улучшена. Тем более до 2024 года перед нами стоит задача значительно улучшить нормативное состояние дорог. В ближайшее время в районе отремонтируют более трех километров дорожного покрытия. Значительную часть средств направят на содержание и ремонт районных дорог. Ольга Алексеева, Павел Редков, Республика. В Республике начали убирать картофель. Первыми к этому приступили южные районы. Ранний картофель уже созрел. Клубни как на подбор. В этом хозяйстве, расположенном в Яльчинском районе, второй хлеб выращивают на 40 гектарах. И площади пока сокращать не намерены. Хотя ценовая политика, конечно, требует корректировки. Сейчас свежий картофель стоит не очень дорого. 15 рублей за килограмм. А ведь надо не только оправдать вложения, но и получить прибыль. Понятно, что при кубке без техники не обойтись. А вот собирают здесь и вручную. Надо сохранить потребительские качества при долгом хранении. И отсюда возникает еще одна проблема. Чтобы весь урожай был стопроцентно использован, нужен перерабатывающий комплекс. Конечно, одному хозяйству такой проект не осилить. Решение видится в объединении усилий многих заинтересованных сторон. Правительство Республики готово поддержать инициативу. Мы готовы до 60% затрат субсидировать. И первичная переработка там должна появиться. Это мойка, фасовка и в то же время глубокая переработка. Это производство чипс. В ближайшее время картофель, фри и так далее. Но опять-таки для этого надо заниматься сортами. Из нашего картофеля, из наших сортов сделать это невозможно. Параллельно на первый план выходит и селекционная работа в области картофелеводства. Глубокая переработка требует особых сортов. Чебоксарский электромеханический колледж ждет реорганизация. К нему присоединят еще одно учебное заведение. Чебоксарский машиностроительный техникум. Работа ведется в рамках НАЦ-проекта повышения производительности труда и поддержка занятости. Оба учебных заведения готовили специалистов по восьми одинаковым направлениям. Реорганизация позволит оптимизировать процесс подготовки кадров для энергетических и электротехнических отраслей. Приемное обучение по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена и по программам подготовки квалифицированных рабочих за счет бюджетных ассигнований Чувашской республики будет осуществляться на общедоступной и бесплатной основе. В процессе реорганизации предполагается сокращение 11 штатных работников Чебоксарского машиностроительного техникума. Их трудоустроят на другие должности в электромеханическом колледже. В освободившихся помещениях планируют открыть центр выявления и поддержки одаренных детей. Суд вынес приговор жительнице Новочебоксарска. В апреле этого года она оставила запертыми дома двух маленьких детей, которые подожгли квартиру и погибли сами. Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, принял позицию государственного обвинения и приговорил посудимую к наказанию в виде трех лет, девяти месяцев лишения свободы. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьей 109, части 3 Уголовного кодекса РФ, предусматривая до четырех лет лишения свободы. То есть в данном случае мы видим, что суд пошел на встречу прокуратуры и посчитал, что женщина заслуживает довольно-таки сурового наказания. Действительно, то поведение матери, которое она осуществила, а именно оставив двух малолетних детей 2014 и 2017 год рождения вечером одних дома, при этом оставив непосредственно близости от них предметы для урожига огня, именно зажигалки, что в последующем уже и привело к пожару в данном жилом помещении, уже указывает на то, что поведение матери было весьма безрассудным и, как показал суд, преступным. Экономим не только время, но и деньги. Оплатить госпошлину через портал госуслуг можно с 30-ти процентной скидкой. Только за первое полугодие 2019-го воспользовались скидкой более 34 тысяч жителей Чувашии. Чаще всего обращались за регистрацией транспортных средств и прицепов к ним, записывались на автоэкзамены и получение водительских удостоверений. Нововведения распространяются на популярные федеральные услуги, получение или замена российского паспорта, загранпаспортов нового и старого образца, регистрация брака и ряда других. Для получения скидки необходимо подать заявление через сайт госуслуги.ру, дождаться, пока ведомство выставит счет и оплатить госпошлину безналичным способом. Скидка учтется автоматически при оплате и действует только для физических лиц. В общественной палате республики прошел круглый стол по вопросам реализации национального проекта здравоохранения. Ура, ребята! Ура! Волонтеры-медики Батревского района завершили акцию «10 тысяч шагов с волонтером». На протяжении дороги от села Тарханы до поселка Хурама-Творы они установили указатели с количеством пройденных шагов. Если раньше наша работа строилась только в Чебоксарах, сейчас мы выходим в районы, мы создаем местное отделение волонтеров-медиков в районах, как, например, Тарханское местное отделение в Батревском районе, и создаем отряды здоровья на базе школ и больниц именно районных. Так волонтеры привлекают жителей республики к здоровому образу жизни. Медики их поддерживают. Какие еще задачи стоят перед отраслью здравоохранения, обсудили за круглым столом в общественной палате. Задача перед здравоохранением – выстроить логичную структуру, логичную схему оказания медицинской помощи. И во главу угла, в отличие от тех национальных проектов, которые были ранее, становится не просто закупка медицинского оборудования, не просто вкладывание денег в отрасль здравоохранения, а выстраивание логичной структуры оказания медицинской помощи, во-первых, во благо наших пациентов. В каждом направлении – кардиология, онкология и других – выстроен свой механизм работы с пациентами. И здесь важна профилактика и информационное просвещение. Еще одна тема для обсуждения – внедрение современных технологий обслуживания пациентов. Медицинские учреждения переходят в онлайн и цифру. Электронные больничные оформляются быстрее и проще. К тому же вся информация хранится в единой медицинской республиканской базе. История болезни – персональные данные, которые имеют доступ лишь врачи. И они не придаются гласности. Забота о здоровье – это личное дело каждого, и человек волен выбирать, где и как лечиться. – Получилось так, что на сегодняшний день наш глава республики Михаил Васильевич Игнатьев находится на планном лечении в одной из клиник в городе Санкт-Петербург. У меня непонятно, почему отдельные товарищи наши, оппозиция или просто люди делают пиар на этом неделе, они почему-то из этого вопроса, что человек решил проверить собственное здоровье, ему оказывается медицинская помощь, они из этого делают события. Нехорошо влезать в личные дела, и тем более в личное здоровье, это абсолютно никому не нравится. Один из главных показателей работы сферы здравоохранения – рост продолжительности жизни. До 2024 года этот показатель должен достичь 78 лет. Консультировался в Москве, лечился в Чебоксарах, вернулся в Усть-Илимск. Сохранность и доступность истории болезни и других документов, связанных с обследованием и лечением, Минздрав России обсудил с регионами. Речь идет о создании единой цифровой системы для всех медучреждений страны. Медицинская информационная система запущена в Чуваши в 2012 году. За 6 лет ее существования в республике запустили электронную регистратуру, электронную медкарту, ведется персонифицированный учет лекарств и льготное лекарственное обеспечение и так далее. Система подключена к Федеральному информационному центру, а также интегрирована с фондами обязательного медицинского и социального страхования и пенсионным фондом. Все данные по пациентам, истории болезни, снимки и результаты анализов хранятся в Центральном архиве, к которому есть доступ у всех врачей. В рамках создания единого цифрового контура запланировано еще доработать и модернизировать республиканскую медицинскую информационную систему. И в продолжении темы цифровизации. Паспорт будущего представили в правительстве нашей страны. Из бумажного он превратится в электронный. Переход будет постепенный до 2023 года. Подробнее в сюжете Юлии Важениной. Предполагается, новинка будет выглядеть не так внушительно, как нынешний паспорт, но информацией в нем будет на увесистый бумажник. Новый электронный документ – это пластиковая карта, чем-то напоминающая водительское удостоверение. Оно, кстати, тоже фактически будет находиться в новом паспорте. Здесь же будут данные с НИЛС, ННН, вся информация, которая есть в этом паспорте, включая и воинский и миграционный учет. Все это будет записываться на специальные чипы. В главном документе даже биометрические данные и подпись. А значит, отпадает необходимость заполнять какие-нибудь анкеты от руки. При обращении все сформирует компьютер. Произошли много изменений. А в наш цифровой век вопрос оформления, получения, изготовления и использования электронного документа, он, конечно, наиболее актуален. Новый документ будет с голографической фотографией, с криптографическим кодированием, QR-кодом. Все это защитит персональные данные. Подделать такое электронное удостоверение практически невозможно. А если вы вдруг его потеряли, то можно быстро заблокировать одним звонком в полицию или МФЦ. Обновлять документ нужно будет раз в 10 лет. Есть старшее поколение, которое мы понимаем, если не 100%, но 90% будут противиться этому. Это понятно. Поэтому человеческое отношение, прежде всего, работе к МФЦ, которые проконсультируют в доступной форме, окажут содействие. В этом плане мы работаем. Чтобы все слои населения, все могли качественно воспользоваться новым видом электронных услуг. Реакция на новое введение пока разная. Абсолютно приветствуем, потому что это очень удобно. Как говорил Владимир Владимирович Путин, все должно быть в одно окно. Новое надо встречать все-таки. Все новое приносит нам лучшее. Можно чувствовать себя более защищенным в этом плане, потому что электронный паспорт вообще невозможно по нему. Никакие операции делать без самого, получается, обладателя данного паспорта. Я бы оставила свой паспорт бумажный. Мне так привычно. При этом приходят мысли, а что же будет, если я этот документ, допустим, потеряю, или он станет доступен каким-то не очень добросовестным людям. Не приведет ли это к тому, что придется восстанавливать сразу много всех документов, что это осложнит жизнь, а не угростит. И поэтому хотелось бы, чтобы этот вопрос был очень-очень хорошо продуман, чтобы мы были защищены как можно больше, надежнее. Ожидается, что первые электронные паспорта получат москвичи через год. Но в любом случае заставлять менять бумажный паспорт на электронный никто не будет. Каждый сам решит, какой для него удобнее. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Бахсияр Велиев, Республика. Такой стала эта среда 24 июля. А я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова